Всем привет, друзья! Весь интернет кишит сейчас информацией о димексиде. Многие промывают двигатели, рассказывают о положительных последствиях после промывки, как двигатель перестает жрать масло, как увеличится компрессия, как двигатель становится почти новым и всякое такое. Для начала, что такое димексид? Это диметилсульфоксид. Химический растворитель. Очень агрессивный, который способен растворять даже монтажную пену и цианокриловый клей, то есть который в простонародье называют суперклеем. Очень агрессивный растворитель, который растворяет очень большое количество разных веществ. Применяется в медицине, а также в химии в качестве растворителя. Очень агрессивная вещь и очень опасная применение к двигателю. Если мы сравним двигатель внутреннего загорания с организмом человека, а точнее масляную систему сравним с кровеносной, и допустим, что человек болен, у него забиты сосуды, у него имеются тромбы, то есть там разные болезни, которые могут способствовать этому. И тут мы введем в кровь человека препарат, который мгновенно разжижает кровь. Что мы в данном случае получим? Естественно, мы получим то, что оторвется тромб, забьет какой-нибудь клапан в сердце, или забьет где-то сосуды, которые идут в головной мозг, и естественно человек умрет. Можно ли такие вещи делать? Я думаю, что нет. То же и самое происходит с димексидом. То есть раз он растворяет различные материалы, в том числе краски, всякие отложения, которые скапливались у вас годами в двигателе, есть полезные отложения, есть вредные отложения, но он все это растворяет и все это начинает нестись по масляной системе. Перед насосом обязательно в картере двигателя расположена специальная сетка. Сетка для предварительной очистки масла, то есть с картера идет забор масла через маслозаборник. Эта сетка отфильтровывает частично крупные частицы, потом это идет фильтр, потом это идет уже разносится по всей системе, масляной системе двигателя. И что мы делаем? Мы вводим такой агрессивный растворитель в масло. В результате у нас, как пишут некоторые, что разъедается краска поддона даже, то есть все отложения начинают все это разъедаться мгновенно. Естественно, забивается эта сетка маслозаборника прежде всего. Ну, допустим, даже она не забила полностью, и мелкие частицы все равно прошли через эту сетку, попадают, естественно, в масляный фильтр, даже если мы его новый поставили. Естественно, он мгновенно забивается, потому что его пропускная способность не в состоянии грязь всю через себя пропустить. Он забивается, у него открывается клапан защитный, тот, который установлен в фильтре, знаете, на дне фильтра. В результате получается, что это грязное масло пошло у вас по системе. В двигателе еще есть масса всевозможных мелких каналов, через которые масло функционирует, тоже проходит. Все это моментально забивается. И в результате, что мы имеем? Все, двигатель у вас накрылся. То есть, если вы, конечно, на свой страх и риск захотите это сделать, пожалуйста, делайте это ваши проблемы, ваш риск, ваш двигатель. Но я бы эти вещи не рекомендовал. То есть, использовать димексит я бы не рекомендовал, потому что это очень опасная вещь. Действительно, очень агрессивная и опасная вещь. Действительно, он вымывает, но он вымывает очень агрессивно и очень быстро. Для таких вещей существует очень много различных всевозможных присадок, которые агрессивные, так и более мягкие. Вообще, даже не рекомендую двигатель промывать агрессивными присадками. Лучше использовать не агрессивные промывки, а мягкие промывки. Когда мягкими промывками производится промывка двигателя, происходит это плавно, медленно. И у вас успевает отфильтровываться весь этот мусор, вся эта грязь, накопившаяся в вашем двигателе. А мгновенные, быстрые, агрессивные промывки, их применять, это опасно. Поэтому я не рекомендую применять димексит для промывки двигателя масляной системы. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!